Всем доброго дня! С включением батареи теперь у нас жарко, до неприличия. Так, ну а я тут готовлю такой легкий обед. Так, помидор кожа портится, надо обрезать. Так, домашняя зелень, ну вернее домашняя, огородная. И перчик, тут я его откусила, прям сочный такой. Пашка на работе, а мы с Анюткой дома. Так, вот и я. Не хочу пока ничего краситься, я сегодня дома, так что я сегодня страшненькая, не накрашенная. Блин, почти закончилась уже, как быстро вот такая фигня. Я помню, она раньше в других бутылках была. Блин, мы так с Пашкой вообще полюбили в салаты добавлять. Потом она дизайном поменялась, что-то как-то пропала с продажи. Сейчас опять. Ну, в других бутылках, ну уже давненько продаются в таких, я как-то смотрела, что-то. Покупать, не покупать, ну ничего. На самом дне всякие вот эти травки, муравки. Так, что там? Не знаю, уксус. А, вены, уксус здесь содержится. Ну, тоже всяких вредностей полно. Так. Я сегодня тоже выспалась. Девчонки, Пашка на работе. Никто нас не отвлекает. Никуда на улицу не зовет. Так что, сегодня, на домашний. Дома делов хватает. Компьютер сколько хочешь. Правда, мне надо сегодня рекламу снять с этим кислородным очистителем. Да, кстати. Про кислородный очиститель. Масяня мне пишет, что она, когда мне присылали на обзор синюю пачку, типа, что она не пилилась, вот как у нас. Мне присылали точно так же на обзор, напрямую через ВБ. ВБ, блин. То есть, смотрите, как происходит вот этот заказ рекламы. Вот что в прошлый раз, что сейчас. Мне деньги скидывают на кошелек. Ну, вернее, на карту. И со своего аккаунта я заказываю на Валбересе. Вот так вот происходит. То есть, не то, что мне какой-то, знаете, оригинал прислали отдельно. Нет. Именно на карту я иду, получая. Просто вот когда синий порошок, я не показывала, что я ходила его. Ну, и так с Валбереса забрала. Все одинаково. Не знаю, может быть, как-то разводили не так. Но там ничего такого нету сложного. Ну, если вы по ссылке подходили вот по тому синему, то оно все вот должно как оригинал нормально быть. Может быть, если какие-то левые появились очистители, ну, вот на тот момент, который синий, да, я заказывала. Я не знаю, почему так, что у вас там не получилось отбелить или что-то там, пятно убрать. Вот. Сегодня буду пробовать вот такой. Я уже говорила вчера. Так что посмотрим, как до и после. Ну, честно, вот с этими очистителями, тот, правда, был на 2 килограмма, 2 пачки по килограмму. Нам надолго хватило. Мы не просто так, как сказать, все вещи подряд стирали, а именно те, которые пятна трудно отстирать, ну, то есть, просто порошком они не берут. А вот с очистителем, да, на самом деле, пятна убирались без проблем. Ну, вот закончился, и сейчас вот эта новая фирма прислала новое. Вот. И у меня там кое-какие вещи скопились, чтобы отстирать эти пятна. Потому что порошок просто не берет. Вот. Так что будем пробовать и смотреть по качеству. Ну, как я привела себя в порядок. Так, нашла майки, платья, которые я буду отстирывать. Там пятна реально. Они порошком уже стирали, и это бесполезно. Так, я вам сейчас покажу. Вроде тут лампочки включила, но не все. Бывает темно так. Так, сейчас, секунду. Так, где тут у этой майки? Есть незначительные, но они не отстирываются. Вот, смотрите, майка Пума. Блин, я не знаю, видно, не видно. Вот здесь вот, как будто как разводы вот от этого рисунка. Вот так вот видно. Так, дальше. Бежевая майка. Это вот мои найковские любимые. Вот здесь, как точки от крови. То ли как... Может, прыщик был на спине, что-то скребнуло. И они не отстирываются реально. Это на спине, она. Желтое платье. Так, желтое платье. Тоже тут, короче. Оно тут такое прям пятно. Смотрите. То ли я тогда, что мы в банке, я не помню. Он мне потом валялся, его очень редко одеваю. Так, что еще, что еще здесь, а тоже, как-то, какое-то желтое пятно. Блин, насыщет, что ли. Вот так вот, желтое пятно. Ну, и тоже, сколько раз порошком стирала, бесполезно. Бесполезно. Все, я сейчас пойду замачивать. Почу сразу в этом, в стиралке. Вот. В стиралке не замачивать, а в стиралке сразу. Вроде я так прочитала правильно. Надеюсь, ничего не попытала. Многофункционально очиститель, отбеливатель, пятновыводитель для стирки цветных и белых тканей. Так, смотрите. Для тканей и поверхности удаляю. Так, очистка сантехники. Даже вот. Для тканей. Замочить. Погрузить тканью. Так, постирать, стирка сантехники. Добавление нольки. Ну, правильно же я поняла, да? Или это все по порядку надо? Ладно, сейчас я еще раз почитаю. Вот, ничего нельзя, смотрите. И шерсть, и шелка, кожа, ноубок, азамши. Ткани, так, изделия из медиа, алюминия, лакированного дерева. Вот, как-то так. Сейчас еще раз внимательно почитаю на сайте и приемлем. Правильно же, все это сделаем. Так, ребята. Значит, вот эти все пятнышки маленькие показать, это, ну, не будет сильно, допустим, для рекламы заметно. Значит, я решила еще вторым способом постирать в тазике с горячей водой. Там, ну, написано, что не надо прям кипяток. Где-то 70-80, ой, 70-90 градусов. Также размешиваешь мерной ложечкой на литр воды. Вот я сейчас читаю. Взяла, короче, свою ночнуху. На нее вылила зеленку. Она прям так промокнулась. Аж насквозь. Ну, потому что уже пальцы тоже, видите, в зеленке. И посмотрим на самом деле, как потом все это будет выглядеть. Вот так. Потому что для рекламы надо эти такие яркие выраженные пятна. И посмотрим на самом деле, правильно же. Ну, я те, короче, вещи в стиралку, там, по-моему, даже без порошка можно в отсек, где порошок делать, а вот это в тазике. Это у меня будет отдельное. Потому что, как считается, сильно загрязнением. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Так, я его открыла. Обязательно в перчатках. И здесь мерная ложка есть. Ну, все, поехали отстирывать. Так, у меня здесь получается раз, два, три, четыре вещи. Написано, если так 5 килограмм на вещи, то... Так, сколько там, одну? Нет, можно полумерной ложки. Да, полумерной ложки. Потому что у нас не 5 килограмм. Так. Подсек для порошка. Так, на 30 градусов. Ой, на 30. Так, что будем-то делать? Удаление 5. Удаление 5. Так, что оно у меня? Чему надо? Чему надо? О! Так, 20 градусов. А если я нам быструю? Ну, при температуре 30 градусов. Он же отстирает, правильно? Там же майки у меня 800. Так, 1000. Так, все, девчонки, ставлю. На 31 минуту, 30 градусов, 1000 оборотов. Все, поехали. А для вот этой зеленки я сейчас чайник... Хотела сказать, это варила. Чайник подогрела. Уже немножко она намстыл. И сейчас я буду в тазике замачивать. Вот уже приготовила тазик. Так, девчонки, я замачиваю уже. Размешала все. Так, горячее, сразу закипит. Мне кажется, просто мало воды. Я еще там поставила кипятить. Ай-яй-яй-яй. Там, где моя палочка тут была волшебная. Сейчас я еще воды налью. Так, смотрите, реакция пошла, да? Еще воды налью. Вот показываю все как есть. Чтобы, как сказать, не было подвуха и потом вопросов. Так, вроде уравняла, потому что сильно больше воды. Я думаю, ни к чему. Все, пусть она отмачивается 30 минут. Потом в стиралку также ее постираю. Ну, обычно в стиралке. После техноек. Так, девчонки, пока все стирается. Я тут с вами по всяким косметическим средствам. Еще вот такая вот у меня тоже стоит новинка. Это крем для рук кокосовый. Все здесь на импортном. Еще не открывала, не использовала. Вот так вот он упакованный. Я думаю, очень должен. Аромат вкусный. И я надеюсь, он эффективный. Так, ну что, у меня уже постиралось. Та-дам, та-дам. Сейчас буду первым делом с машинкой стирать, поставать. И посмотрю на эти пятна. Как они отстирались. Пусть даже мелочь, но все равно. Так, так, так. Блин, я как раз кремом руки помазала. Так, ладно, сейчас я достану. Секунду. Как раз реклама крем для рук. Он, кстати, классно. Он прям впитывает хорошо в кожу. Не жирнит ничего. А, смотрю, маечка моя уже белоснежная. Вот это вот. Умская. Блин, она такая беленькая стала, девчонки. Беленькая. Белизнежная вот, знаете, такие вещи не отстираешь. Короче, вот так вот. Ладно, сейчас другую майку. Так, на бежу, да, по-моему, на спине у нас пятна были. Слушайте, ну ничего такого. Вроде как нормально, ничего такого нету. Так, ладно. Желтое платье. Без пятен, да? Так, розовое. Розовое, я уже не помню. Где-то я показывала. Где показывала. Такой, слушайте, цвет. Нормально. Вот тут немного осталось, девчонки. Вот тут. У меня тут зеленки. Может мне его надо было подержать в этом? В тазике. Я сейчас посмотрю, как зеленое пятно мое уберется. Может ему надо было в тазике это подержать? Поняли, да, меня? Потому что тут я всего пол ложечки вот этой. Ладно. Так, сейчас повешу это сушиться и потом до тазика доберусь. Я тут еще колдует. Смотрите, у меня тут в двух видах кукуруза варится. В соли. Прям такая желтенькая стала. Все попорышечки наполнились. И второй рецепт у меня в духовке. Я потом покажу. Я там применила разные специи, добавила. Ну, я прочитала в интернете. Итальянские травы. Потом с копченой паприкой добавила. Так, сливочным маслом обмазала. И вот этот лимонный сок еще побрызгала. А, и также еще посолила. Посмотрим, что получится. Аня такая, давай кукурузу, давай, давай. Ну, а что они лежат, надо готовить. Девочки. Вот я чем-то весь день всем занята. Что-то делаю. Ой, какая аппетитная кукуруза, кукуруза. Как я помню, в Вьетнаме на пляже торговцы кукурузы кричат кукуруза, кукуруза. Так, отваренная. Ой, ладно, сверху пусть. Отваренная, запеченная. В интернете прочитала, но... Ммм... Я ее больше 30 минут, короче, продержала. Это я специально продержала. Это вот я сверху посыпала. Вот, не знаю, как вот она дальше. Ладно, будем пробовать. Будем пробовать. Сегодня у меня, знаете, какой-то весь день экспериментов. Но полдня это точно. Потому что мне сегодня надо вот с этим кислородным очистителем рекламу запустить. Это мы с ней уже вчера списывались. Вот. Ой. Так, мне надо какую-то тарелку, чтобы это все было распечатать. Горячее. Горячее еще. В сливочном масле. Это мне интересно. Тоже вам пить аппетит нагнать. Ммм... Прикольно. Угу. Не знаете, охота. Повести прям на дольки и кушать. Вот знаете, как кусок мяса охота порезать. На конца не режется так. Кочелишка, блин. Не, на доске можно отрезать. Ммм... Не могу оторваться. Классно, да? Ну, покупаем ее редко. Просто охота пока... Пока сезон кукуруз. Тут просто солененькая такая. Тоже, да, такая здоровая. Тут желтенькая. Ладно, мои хорошие, на этом я влог заканчиваю. Все, всем до завтра. У меня еще завтра выходной. Так что вместе. Вместе. Вместе завтра будем. Будем наслаждаться. Смотреть сериалы. И кушать кукурузу. Все, всем пока, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok